В Черкесске состоялся внеочередной 11-й отчетно-выборный съезд Духовного управления мусульман Карачаева Черкесии. Он обусловлен уходом из жизни муфти республики председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаила Хаджибердиева. Кто возглавил Духовное управление мусульман Карачаева Черкесии, расскажет Мадина Каракетова. Нового руководителя Духовного управления мусульман Карачаева Черкесии забрали на 11-м внеочередном отчетно-выборном съезде организации, который состоялся в Черкесске. Решение в пользу предложенного кандидата Мухаммада Хаджи Иркенова было принято с учетом мнения большинства. Присутствует 263 деликата. Таким образом, съезд правомочен принимать решения, отнесенные к его уставным полномочиям. Помимо деликатов из городов и районов республики, в работе съезда приняли участие представители всех регионов Северного Кавказа. До избрания муфтием республики Мухаммад Хаджи Иркенов был заместителем ушедшего безвременно первого муфтия Карачао-Черкесии Исмаила Хаджи Бердиева, также работал директором Карачао-Черкесского медроса-интерната. Мухаммад Хаджи Иркенов поблагодарил участников съезда за оказанное доверие. Постараемся оправдать ваше доверие. Иншаллах, будем вести курс Исмаила Хаджи, который он поставил многие годы. 35 лет человек работал муфтием, и мы будем продолжать его начатое дело. Начатое дело Исмаила Хаджи – это стабильность, это согласие между национальностями. Иншаллах, мы эту планку будем держать. Участники съезда почтили память первого муфтия республики Исмаила Хаджи Бердиева. Обряд дуа совершил Мухаммад Хаджи Иркенов. От имени главы республики Рожила Тимрезова с избранием на должность председателя духовного управления мусульман Карачао-Черкесии поздравил первый заместитель председателя правительства республики Дагир Смакуев. Исмаил Хаджи, руководивший духовным управлением на протяжении трех с лишним десятилетий, оставил ученикам своим преемникам солидное наследие. С момента образования муфтиата в январе 1990 года в Карачао-Черкесии была проведена огромная созидательная работа по возрождению религиозной жизни. Практически все приходилось делать с нуля. Строить мечети, создавать систему начального, среднего и высшего исламского образования, формировать кадры профессионального мусульманского духовенства. При этом развитое развитие духовного управления происходило в условиях жесткого противостояния с религиозными экстремистами. Сплоченность, ум, мудрость духовных лидеров, а именно Исмаила Хаджи Бердива, Исмаила Хаджи Бастанова, Ибрагима Хаджи Катчеева и других позволили поставить прочный заслон на пути религиозных радикалов и обеспечить стабильное и поступательное развитие исламской общины Карачао-Черкесии, сказал Дагир Смакуев. Теперь пришло время молодому поколению возглавить уму нашей республики. Уверен, что ваши интеллектуальные и нравственные ресурсы позволят своевременно находить достойные ответы на все сложные и острые вызовы современности. Легко не будет, но если вы будете сплоченными и едиными в деле духовного служения, вы сможете преодолеть все трудности. Обратился к участникам съезда и вновь избранному муфтею республики заместитель начальника департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления по внутренней политике администрации президента России Алмаз Файзуллин. До сих пор не верится, что Исмаил Хаджи нет с нами. Светлая ему память. Но сегодня есть уверенность, что этот путь, его путь, путь просвещенного, умеренного, соответствующего опыта всех предыдущих поколений мусульман республики, этот путь будет продолжен. Несмотря на довольно молодой возраст, Мухаммад Хаджи Иркенов имеет опыт духовного служения, образовательной и педагогической деятельности. И его путь – это путь служения мусульманам, обществу, всему государству и поддержания баланса и здоровой атмосферы в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, что очень важно в сегодняшних реалиях, подчеркнул Алмаз Файзуллин. В своем первом прощении к уме в качестве муфти Мухаммад Хаджи Иркенов предложил внести в устав духовного управления мусульман ряд изменений, среди которых создание нескольких комитетов. Комитета по делам молодежи, комитета Хаджа, комитета по делам фетв и совета улемов. И также мы собрались, ранее обсудили вопрос, хотим поменять эмблему духовного управления. Там будет у нас центральная мечеть, арабская аббревиатура, также полмесяц и звезда. Иншаллах, вот эти изменения будут у нас. Эти предложения также решением большинства были поддержаны. Представители духовенства почтительного возраста и старейшины республики выразили надежду, что вновь избранный муфти и Карачаева-Черкесия оправдает надежды уммы и будет служить на благо всего общества. Мадина Каракетова, Зумрат Халкечева, Ринат Муков, Вести, Карачаева, Черкесия.